Мы в сети, здравствуйте, в студии Елена Бурасова. В интернете не утихают страсти по метеориту, пролетевшему над Уралом. Но если жители России уже начинают забывать о нем, то американцы в очередной раз удивляются русским. На этот раз любовь наших автолюбителей к видеорегистраторам вызвала искреннее непонимание Запада. Ведь именно из салонов машин были сделаны наиболее интересные записи мчащегося над Челябинском телом. Российский интернет-специалист. На своей страничке в фейсбуке Игорь Зуев собрал наиболее интересные высказывания американцев по этому поводу. Вот комментарии американцев о метеорите. Почему в России у всех камер в тачках это закон какой-то? Почему все крутое всегда происходит в России? Русские записали падение метеорита с кучей ракурсов, а у американцев нет записи, как дурацкий самолет падает на Пентагон. Тем временем в России эта фраза за пару дней стала интернет-мемом. Под таким заголовком в YouTube множатся и видеозаписи с метеоритом. Идем далее. Троллинг по-крупному так назвали эксперты новое устройство от компании Sony. Под названием iPad произносится оно так же, как и название планшетника от Apple, только пишется несколько иначе. Судя по описанию патента, iPad от Sony похож на гибрид планшетника и мобильной игровой консоли вроде PlayStation Vita. Устройство имеет сенсорную поверхность, датчики движения, джойстики и другие элементы управления. Камеры также имеются. Ну, впрочем, изображения, которые показаны, они достаточно схематичны, поэтому большой экран может оказаться обычным тачпэдом. Да и вообще Sony, как и Apple, подает столько патентных заявок на изобретение, что большинство из них в конечном счете не реализуются в коммерческих продуктах. А 20 февраля Sony, как ожидается, представит свою новую игровую приставку Sony PlayStation 4, которая должна стать социально ориентированной по заявлениям ее создателей. Ну и в заключении покажу вам красивейшее видео о том, как на Гавайях миниатюрная блондинка из Гонолулу Ocean Ramsi не только осмелилась приблизиться к большой белой акуле, самой опасной для живых существ хищницы, но и схватить ее за плавник и даже прокатиться едва ли не верхом. Предлагаю посмотреть фрагмент видеозаписи. По словам девушки, столь отчаянный поступок вызван тем, что она хочет, чтобы люди посмотрели на этого хищника другими глазами и не только боялись его, но и в том числе уважали. Ну на этом у меня все. Напоминаю, что мы есть во всех социальных сетях ВКонтакте, Твиттере и Фейсбуке. Вы можете нам писать. Напоминаю, мы не только в эфире, но и в сети. Удачи!